Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antelife.com.ua Меня зовут Александр. Сегодня перед вами модель Aukitel U7. Это бюджетный вариант от компании Aukitel. Очень хорошо так они ворвались на рынок мобильных телефонов, выпустили очень много интересных новинок, в том числе и бюджетные варианты. Перед вами U7 модель. Внешне модель похожа, ну в какой-то степени, наверное, какой-то закос идет под iPhone 6. 5,5 дюймов, довольно-таки большая модель. Поставляется вот в такой вот коробке. Здесь все технические характеристики написаны. Из того, что заслуживает внимания, это 5,5-дюймовый дисплей, это аккумулятор на 2000 и процессор MTK6582. В комплекте особо ничего нет. Есть вот такой вот блочок для зарядки. Здесь у нас идет на 0,8 ампера. И стандартный microUSB кабель. Сама модель выполнена в довольно-таки большом размере. 5,5 дюймов. Ничего сверхъестественного по сборке нет. Крышечка здесь снимается. Ну давайте обо всем по порядку. Во-первых, у нас представлено закаленное стекло. Три сенсорных кнопки. Они не подсвечиваются. Здесь у нас фронтальная камера. Идет на 2 мегапикселя. Основной динамик и датчики приближения освещения. Сверху разъем для наушников и microUSB. Здесь качелька громкости. Точнее две кнопки громкости вверх-вниз. Снизу у нас динамик. И вот такая вот решеточка для него. И с этой грани у нас кнопка включения-выключения. И типа закос под слот под симки. На самом деле это обманка. Не знаю для чего это сделано. Ничего сверхъестественного оно как бы не показывает. Не выглядит как-то так. Открывается крышка обычно. Под крышкой есть аккумулятор. Аккумулятор у нас на 2000 мА. Работает этот смартфон с двумя сим-картами. Маленькая большая симка и карта памяти. Камера у нас идет на 8 мегапикселей с интерполяцией. Поддерживает эта модель Wi-Fi, Bluetooth, 3G. GPS в этом смартфоне нет. Можно рассмотреть в принципе технические характеристики через программку Antutu. Значит в Antutu набирает эта модель порядка 20 000 баллов. Здесь это уже нового формата Antutu недавно появился. Здесь MDK 6582 процессор. Здесь 4.4 Android. 960 на 540 разрешение дисплея. Гиг оперативки. И 8 встроенных. Сразу скажу, что в прошивке сделано так, что можно поставить карту памяти и он будет ее считать за свою собственную. И будет на нее скачивать все программы, приложения из Play Market. Поэтому проблем в принципе с этим быть не должно. Это четырехъядерный процессор. Частота его по 1.3 ГГц. Фронталка у нас идет на 2 мегапикселя. Мультитач тест. У нас здесь тачскрин пятиточечный. Что в принципе неплохо для такого бюджетного устройства. NFC естественно нет. Wi-Fi есть. Акселерометр. Датчик гравитации. Датчик приближения. OTG данная модель не поддерживает. В принципе для такого бюджетного уровня это и не нужно. Прошивка полностью на русском языке. В некоторых местах присутствует английский. В каких-то более внутренних настройках присутствует двойной тап для разблокировки. экрана. Который в принципе нормально работает. Меню быстрого доступа есть. Все стандартно. Все как на любом другом андроиде. Сказать что экран такой очень 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 плохой нельзя. Потому что экран довольно таки нормальный за эти деньги. Углы обзора вот такие. ОГС прослойки здесь нет. ОГС технологии и воздушные прослойки точнее. Потому что бюджетный уровень здесь отдельно дисплей и отдельно тачскрин. По прошивке не могу сказать ничего плохого. Все работает нормально. Достойно. Каких-то ошибок не вылазит. По приложениям, по галереям, по плей маркетам. Все это предустановлено. Все есть. Можно нормально пользоваться. Внешний динамик у смартфона довольно таки неплохой. Опять же за эту стоимость. На максимальных уровнях громкости он немножко похрипывает. Разговорный динамик микрофон нормальный. Можно нормально общаться, слушать и говорить что-либо. И в наушниках в принципе слабенькое звучание. Басов очень мало. Громкость в принципе тоже не на самом высоком уровне. Но в целом слушать музыку на таком смартфоне можно. С нормальными наушниками при условии все будет нормально. Производительность в этом смартфоне на уровне. Здесь MTK 6582. Это процессор прошлой архитектуры. 32-битный этот процессор. Но однако это бюджетный процессор, который отлично себя проявил в предыдущих смартфонах во всех. И современные игрушки запускаются без проблем. Благодаря скорее всего графическому ускорителю Mali 400. Покажу вам Asphalt 8 как запускается и как можно поиграть на этом смартфоне. В целом с играми у вас не будет никаких проблем. Потому что здесь нормальный процессор. Это лучше чем сейчас в современных моделях. Укомплектовывается процессор MTK 6735-35P. Эти процессора рассчитаны на автономность. Но с производительностью там не все так гладко. Вот в данной модели это будет значительно лучше. Тестировал я GPS. Точнее я хотел его протестировать. Но потом, как я понял, когда он у меня ничего не словил. И даже близко к этому не было. Я понял, что в этой модели просто GPS нет. Китайцы порезали эту функцию и антенны здесь в смартфоне нет. Даже с сетями, то есть с сим-картой GPS работать у вас не будет. Спутники, он ее не ловит. То есть только через Wi-Fi, только через интернет вы сможете там пользоваться Google картами и чем-то подобным. Тестировал я также аккумулятор. Аккумулятор здесь 5 для 5,5-дюймового дисплея. 2000, но это довольно таки маловато. И результат у меня соответствующий. В Antutu тестере у меня 2745 баллов. Это откровенно слабый результат. И такой смартфон вам придется заряжать абсолютно каждый день. А если вы захотите поиграть в игру, то это примерно 1,5-2 часа и все. Смартфон нужно ставить на зарядку. Поэтому аккумулятор я считаю при такой стоимости это основной минус этого смартфона. Камера у нас идет на 2 мегапикселя фронтальная и на 8 мегапикселей основная. Здесь стандартные настройки по камере для андроида. Видеозапись у нас идет в формате Full HD. Однако рассчитывать на хорошее качество изображения и записи здесь не приходится. Матрица видно, что она очень-очень дешевенькая, очень слабенькая. Несмотря на то Full HD, которое пишет видео, качество получается очень-очень плохим. Фотография на 8 мегапикселей камеру вот такого вот качества. Я сделал снимок листа. Ну, чтобы сфоткать какую-то там, я не знаю, какую-то книжку, какой-то рисунок, так что-то запечатлеть, так в общих чертах, этой камеры будет достаточно. Чтобы сфотографировать какой-то конспект в школе или в институте, тоже этого будет достаточно. Но чтобы рассчитывать на камеру в этом смартфоне, чтобы делать что-то большее, в данном случае не получится, потому что камера очень посредственная. В целом все. Aukitel U7. По моему мнению, внешняя модель очень даже интересно смотрится. Наверное, благодаря тому, что это как копия айфона по внешнему виду. По начинке здесь хороший нормальный добротный процессор, слабенькая камера, слабенький аккумулятор. Тачскрин, экран, я считаю, что достойный за эту стоимость, поэтому модель можно смело покупать. Все выполнено на достойном уровне, но со своими плюсами и минусами. На этом все. Спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь в нашу группу и заходим в наш интернет-магазин. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok